Книга Шмот, 12 глава, самого начала. И сказал Бог Мушей Аарону в земле Египта так. Этот месяц для вас – начало месяца. Первый он у вас из месяцев года. Скажите все общине Израиля так. Десятый день этого месяца. Пусть возьмут себе каждый поигнёнку на отчий дом. Поигнёнку на дом. А если мал дом на ягнёнка, то пусть возьмёт он и ближайший к его дому сосед по числу душ. По мере еды на каждого человека рассчитайте беря этого ягнёнка. Ягнёнок должен быть без порока, с самцом, первогодком. Вы можете взять его из овец или из коз. Вы должны хранить его до 14 числа этого месяца. И пусть зарежет его всё собрание общины Израиля в межречении. Может быть, остановимся здесь? Так, в начале месяца, в самом начале месяца Ниссан, месяц, в который состоялся исход из Египта, в самом начале этого месяца, в первый день месяца, еврейский народ получает сразу здесь две заповеди. Первая заповедь – кедуш аходыш, то есть первая заповедь – это заповедь и обязанность установления начала месяца по видимому возрождению Луны, по новолунию. Это первая заповедь. А вторая заповедь – это уже непосредственная подготовка к пасхальной жертве, то есть взять ягнёнка для пасхальной жертвы и сторожить его, сказано, охранять его, беречь его четыре дня. Прежде чем будем смотреть детали вот этой заповеди пасхальной жертвы Корбан-Песах, то хотелось бы напомнить, что Раши начинает свой комментарий к Торе в книге Берешит с вопроса, который задаёт от имени Раби Ицхак. Сказал, спросил Раби Ицхак, надо бы начинать было Тору не с книги Берешит, не с того, что в начале творения Бог сотворил небо и землю, надо было бы начинать Тору вот с этого самого места, то есть с первой самой заповеди. Почему же, спрашивая Раби Ицхак, Тора начинает с таких дальних-дальних подступов, даёт такие дальние предисловия, начиная всё аж с Берешит, с начала творения мира? Поясним его вопрос. Хотя вопрос этот появляется в книге Берешит, но относится он именно к этой самой нашей главе. Ведь этот вопрос утверждает, что, по идее, идеальное начало Торы, оно именно здесь, с этого места. Почему? Почему не с Берешит? По идее, здравый смысл, common sense говорит, что надо бы начинать всё сначала. Начинаем сначала. Ну и здесь, и Тору, начинаем тоже сначала. Но Тора – это не книга, не книга по истории, не книга по этнографии. Поэтому всё, что было до того, и как всё было, и как складывалась история, и что было сначала, и что было потом, и как всё произошло, это само по себе может быть интересно, но не в Торе. Ибо Тора – это хора, а прежде всего это учение, стало быть, то, что должно быть его содержанием, это прежде всего заповеди, законы, указывающие, как в этом мире жить, а незнания сами по себе могут быть очень интересные, о том, как этот мир возник, как он был создан, как он сорганизовался, и как человеческое общество развивалось, и что в нём было, и откуда пошёл людейский народ. Всё это замечательно, но, по идее, вроде бы, это не должно быть содержанием Тора. Почему же всё-таки Тора начал разбережить? Начал всё сначала. Раши там приводит ответ. Всевышний сообщает здесь силу своих деяний своему народу для того, чтобы дать им наследие народа. То есть, понимая и предвидя, что придёт время, когда народы мира скажут евреям, что вы захватчики, агрессоры, которые захватили чужую землю, изгнали из неё мирное, в чём не повинное население, то предвидие это Тора даёт еврейскому народу аргумент. Ибо вся земля Всевышнего создал весь мир, стало быть, вся земля, весь мир созданный принадлежит ему, это не чьё-то место под солнцем, а это место, принадлежащее ему, и поэтому ко всем остальным он относится, как к квартирантам. Пустил какого-то квартиранта до этого, жили здесь семь народов канонейских, в тот момент, когда они хозяину оказались не по душе в результате их поведения, то он их выставил, попросил их очистить помещение и пустил сюда еврейский народ. То есть, получается, что всё, вся книга Берешит, и последующие из-за ней главы, первые главы книги Шмот, они предисловия, по сути дела, к самой Торе. Предисловия, которые, если бы не потребность в самих предисловиях, ему бы не было. Предисловие – вещь важная, цена по себе. Она всё-таки предисловие. А получается, что, собственно, Тора начинается вот здесь. То есть, поскольку здесь начало заповеди, отсюда, по идее, надо было бы начать, и только для того, чтобы дать необходимое предисловие, обосновать наши права на Иерусе Исраэль, дать понятие, как мы сюда пришли, поэтому Тора начинается Берешит. Значит, здесь второе начало Тора. Одно Берешит, а здесь второе начало. Кроме того, здесь, по сути дела, это не только начало Торы, ведь в конечном итоге мир, он только повторяет Тору, то есть мир-то создан по образу и подобию Торы, значит, здесь есть второе начало мира. Первое начало мира. Чем оно отличается от второго? Рамбан объясняет сказанные в Медраже строчки. Медраж спрашивает, почему в псалме, который называют еще иногда «Алель Агадуль», «Великий Алель», почему там есть 26 строчек, все эти строчки, каждый из этих строчек заканчивается, начинается, «Отблашим киток», «Благословите, благодарите Бога, ибо Он из блага, ибо милость Его, ибо любовь Его, она вечна, она бесконечна». И 26 раз повторяется вот это вот «Килю нам хазду, килю нам хазду». «Хесед», «Любовь Всевышнего, Его милость, они бесконечны и безграничны». Ну, сама по себе строчка хорошая, многое повторяется, тоже понятно почему. Но если какой-нибудь в Синьи, почему именно 26 раз? А почему не 37, почему не 14, и почему не 22? Хотя я понимаю, что если бы было не 26, а было бы 22, мы тоже бы задали тот же самый вопрос, а почему 22? И всё-таки почему 26, отвечает Медраж? Это соответствует 26 поколениям от сотворения мира до поколения исхода из Египта и получения Торы, который Всевышний кормил по милости своей. «Кормил их бехесед». Что это значит, «Кормил бехесед»? Тот, кого кормят по милости, это значит, он кормёжки не заслужил. Поэтому из сострадания к нему его кормят, но не потому, что ему полагается, не потому, что ему прочитается, потому что он, не потому, что он, а потому, что тот, кто даёт, даёт ему по милости его. А он, со своей стороны, ничего для этого не сделал, по крайней мере, не заслужил. Стало быть, после 26-ти поколений начинается новая эпоха, в которой управление миром. Мир не воздаётся заново. Мир-то вроде бы остаётся тот, который был, но управляется он уже по-другому. Здесь начало, новое начало, потому что начинается новое управление мира. Отныне это начало требует от человека причины, по которой он существует, и заслуг, ради которых он, как коими он заслуживает своего существования и пропитания. То есть, здесь пробуждается вдобавок к Медад Хезет, к той самой, к тому самому атрибуту любви и милости, который был доминантным в управлении миром до сих пор, здесь к нему присоединяется ещё и Медад Один. То есть, правосудие, справедливость, которая требует от человека права на его существование. И, как результат вот этого вот изменения, этого образа управления миром, происходит то, что происходит, а именно, египтяне, которые не могут выдержать подобного требования, потому что они не только что ничем не заслужили своего существования, но ещё и нагрешили, поэтому они терпят бедствия, поэтому на голову их сыпется один за другим ужасные удары. Ну, еврейскому народу тоже приходится, с одной стороны, вроде как хорошо, по крайней мере, всё время, пока они находятся в Египте и видят, как на египтян всыпятся эти казни, всё вроде очень здорово, но в дальнейшем, когда они переходят через Ямсуф, через Красное море, то уясняется, что Медат-1, то есть божественная справедливость, она требует к ответу. И их, как говорят, наши мудрецы, что в момент, когда евреи вошли вошли в море, то Медат-1, то есть небесный прокурор выдвинул требования, почему в соответствии с планом сейчас евреи должны пройти по морскому дну без потерь и перейти в море, а египтяне должны в нём погибнуть, и эти, и другие, и те. Если египтяне, их проблема в том, что они идолопоклонники, так евреи тоже в Египте служили идолом. Почему же они должны спастись, а эти должны погибнуть? То есть обвинения здесь выдвигаются и против еврея. Нужно ещё доказать, нужно подтвердить своё право на существование, что совсем-совсем-совсем непросто. Это вот совершенно новый подход к управлению мира, который начинается вот в этот самый день, в первый день месяца Ниссан того самого года исхода. Теперь посмотрим более внимательно, что же по поводу самой заповеди пасхальной жертвы. Скажите все общения Израиля так. В десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый поигнёнку на отчий дом, поигнёнку на дом. То есть Всевышний говорит сейчас в первый день месяца, когда Мушей и Арон должны будут сказать это общение Израиля. В десятый день этого месяца или в первый же день. Что имеется в виду? Я ещё раз читаю текст. Скажите все общения Израиля так. В десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый поигнёнку на отчий дом. Говорит Раши. Все общения Израиля в десятый день этого месяца. Вы скажите сегодня в первый день месяца. А когда надо будет брать в десятый день месяца. Но сказать это нужно уже сегодня. На дом по ягнёнку тут же есть уточнение. А если мал дом на ягнёнка, то есть едоков в этом доме мало и ягнёнка целиком будет им тяжело съесть, то пусть возьмёт он и ближайший к его дому сосед по числу душ. То есть пусть кооперируются два дома, два семейства и по мере еды на каждого человека рассчитайте, когда вы берёте ягнёнка. Посмотрите сколько едоков в одном доме, сколько в другом, сколько приблизительно человек съедает и так, в чём здесь дело. Очевидно, как пишет здесь Раши, если мал дом для ягнёнка, то есть если членов семьи мало для того, чтобы съесть ягнёнка целиком, и это приведёт к тому, что мясо останется несъеденным до утра, тогда пусть возьмёт он и его сосед ягнёнка, таково прямое значение этого стиха. То есть получается, что очень важная информация здесь в этом стихе отсутствует, а именно как Стора будет говорить в дальнейшем нельзя привести к тому, чтобы мясо пасхальной жертвы осталось до утра, оно не должно остаться, всё должно быть съедено, поэтому и не может маленькая семья позволить себе взять одного ягнёнка, ибо они просто с ним не справятся, и поэтому необходима кооперация, так, чтобы быть уверенным, что за пасхальную трапезу ягнёнок этот будет съеден целиком и без заставки, поэтому приходится кооперироваться и с соседями. ягнёнок должен быть без порока, поскольку это должна быть жертва, жертва должна быть беспорочной, без физических повреждений, самцом, первогодком, первогодком, в некоторых переводах сказано годовалым, первогодок не имеется в виду тот, которому исполнился год, это уже второй год, первогодок имеется в виду в первый год своей жизни, вы можете взять его из овец или из коз, то есть это мелкий рогатый скот, неважно какой, может быть козы, могут быть овцы, и вы должны хранить его до 14 дня этого месяца, и вот тогда путь зарежет его всё собрание общины Израиля в межвечерии. В межвечерии трудное слово, имеется в виду вторая половина дня, потом будем разбирать, разберём потом почему помянутся такое слово. Получается так, в первый день месяца Ниссан объявляется эта заповедь, о чём? О том, что нужно будет взять этого ягнёнка десятого, ну и что, взять его и зарезать? Нет, зарезать его нужно будет только 14 числа, ещё рано зарезать, а зачем ему взять десятого, если нужно зарезать его 14-го? Из-за опасения, что будет дефицит и 14 числа я не найду? Нет. Сказана цель другая, вы должны хранить его до 14-го дня этого месяца, Раша объясняет, это хранение означает проверку, не просто хранение, имеется в виду, что нужно проверять его, ягнёнка следует проверять 4 дня до убоя, чтобы убедиться, что у него нет физических недостатков. Вот такое-то требование здесь к пасхальной жертве, 4-дневная проверка, каждый день заново проверяем, нет у него каких-то физических изъянов. Значит ли это, что это неотъемлемая часть заповеди пасхальной жертвы, вот такая вот проверка за 4 дня до принесения жертвы, отнюдь нет. Если мы откроем законы пасхальной жертвы в Рамбаме, то мы такой обязанности не найдём. Тогда почему же здесь эта потребность? Изучая вообще весь этот отрывок о пасхальной жертве и о самом дне Петер, о самом дне исхода, мы всё время будем спрашивать себя, то, что сказано здесь, это, что называется Митсвады-Дурот, это заповедь, которая дана здесь и в дальнейшем на все поколения, либо это была тогда Митсва только в то время, конкретно одноразовая. Так вот, почему же здесь перед нами конкретный пример Митсва одноразовая? Мне требуется в дальнейшем при принесении пасхальной жертвы, мне требуется взять её за 4 дня до принесения, можно её купить прямо непосредственно перед тем, как отправиться на храмовую гору. Почему же Игнёнок должен был взят за 4 дня до убоя? Ведь в последующих поколениях этого требования не было. Раби Матья бен Хараш говорил, и ответ на это ответ непростой. В чём здесь дело? Почему это потребовалось тогда? Сказано, и он цитирует стих из пророка Ихискеля. «И проходил мимо тебя и увидел тебя и вот пора твоя пора любви». Это стих, который цитируется и в пасхальной годе. Продолжение этого стиха. «Я проходил мимо тебя и увидел тебя и вот пора твоя пора любви, но ты нагая и обнажённая не готова». В чём здесь дело? С одной стороны вроде время пришло, но с другой стороны тот, кто является объектом этого времени, не готов, не одет даже. Как это понимать? Это надо понимать так. «Пришло время исполнить клятву, говорит Всевышний, которую я дал Аврааму о том, что освобожу потомка». То есть стих этот сказан от первого лица. «И проходил я мимо тебя и увидел тебя и вот пора твоя пора любви, проходил я мимо тебя» – это слова Всевышнего, которые он передаёт пророку. Кто здесь визави Всевышнего? Еврейский народ. Значит, обращается и обращается Всевышний к Еврейскому народу. «Я проходил мимо тебя и видел, что пора твоя пора любви», то есть уже взрослая, созревшая. Время пришло. Это означает, что пришло уже время исполнить клятву, которую я дал Авраам. Какую клятву? В том, что освобожу его потомков. Время уже пришло. Но у его потомков не было заповедей, исполняя которые, они могли удостоиться освобождения, как сказано, «А ты нога и обнажённая». То есть вот эта нагота здесь объясняется по отношению к заповедям. То есть заповеди представляют собой как бы одежду, в которую облачается душа человека. Если тело человека облачается в одежду из материи, человек надевает рубашку, пиджак, когда ему холодно ещё и свитер прибавляет, то душа человека облачается. То, что является облачением души, это заповеди. Если говорить уже точно, душа облачается и в тело тоже. Тело – это тоже внешняя оболочка души. Но только тело не всегда является оболочкой души. Тело является оболочкой души вот в этом мире, в этой его жизни. Вопрос того, как человек умирает, то вот эту оболочку он теряет. И что же, тогда душа уже существует сама по себе, не имея никакой оболочки? Нет. Тогда она облачается в одежду, которая соткана из заповедей, которые человек соблюдал во все дни своей жизни. Так говорят мудрецы. Поэтому не случайно и здесь то, что говорится «а ты, то, что через ней говорит, а ты нога и обнажённая», имеется в виду нечем прикрыться. Нет этой оболочки, нет одежды, нет заповедей. Но в общем-то это непонятно. Ну и что, что не заповедей? Время-то пришло. Если начинается с того, что Всевышний говорит, что «я, пришло время исполнить клятву, которую я дал Аврааму, что я освобожу его потомков». Если время пришло исполнять эту пляту, как можно представить себе предположим, человек, который одолжил деньги у кого-то, одолжил он деньги на месяц. Месяц пришёл, и он звонит своему кредитору и говорит, «пришло время мне возвращать тебе деньги, но, по-моему, ты ещё ничем не заслужил. Ничего хорошего ты мне в последнее время не сделал. Почему мне нужно отдавать тебе... Вот и сделай что-нибудь хорошее, чтобы у тебя на счету были заслуги. Заслужи того, чтобы я исполнил свою обязанность и вернул тебе деньги. И тогда я верну. А как это может быть? И продолжает дальше Рашин. И тогда, поскольку была здесь вот эта проблема, недостаток заповедей, и тогда Всевышний дал им две заповеди. Какие? О крови пасхальной жертвы и о крови обрезания. Ведь они сделали обрезание в ту же ночь, ибо закон гласил, что человек, что мужчина не обрезанный, не имеет права есть мясо пасхальной жертвы. Поэтому каждому, кто хотел исполнить заповедь пасхальной жертвы, пришлось сделать обрезание. Как сказано, а ты лежишь в кровях. Это продолжение. Все это тот же самый стих, который Тано здесь разбивает на несколько кусочков и объясняет каждый кусочек сам по себе, их соединяя как бусинки в бусах. А ты как там сказано, а ты ногой обнажен, да? И ты лежишь в кровях. Почему именно в кровях? Ты вымазана в кровях. Ну, вымазана в крови еще могу себе представить. Но что значит вымазана в кровях? На первый взгляд, если смотреть пшат в этом стихе, то еврейский народ здесь уподобляется новорожденному ребенку, который только что родился. И будучи только что рожденным, еще до того, как его вымыли, привели в порядок, он действительно весь запачканный в крови. еврейский народ должен родиться сейчас. До сих пор его не было. До сих пор были праотцы, была их семья, был клан уже, клан, который пришел в Египет. Но там, в Египте, в народ он еще не сформировался. Он был частью египтян. Теперь ему предстоит через исход из Египта ему предстоит родиться как народ. Это его рождение. Поэтому он сейчас как новорожденный ребенок вымазанный в крови и еще не мытый. Но достаточно было, если это пшат. Ну, что, пшат, нужно было бы сказать тогда и увидел тебя, что ты вымазана в крови. Почему в кровях? Не говорят такое слово в кровях, в бедомаях. Поэтому драж говорит здесь, драж всегда требует понимать буквально, если сказано в кровях, значит таки в кровях, значит это множественное число. Две крови, какие-то две крови, две заповеди, связанные с кровью. Одна из них кровь пасхальной жертвы, которую нужно будет пролить, вторая кровь, это кровь обрезания. То есть двух видов крови, кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. И еще сказано и ты во имя крови завета я освободил твоих узников из ямы, в которой нет воды. Это уже стих не из Хескеля, это стих другого пророка из Захарии. Там говорится, что освобождение из ямы, освобождение из рабства приходит в заслугу крови завета. Кровь завета, кровь союза, это означает прежде всего необходимость обрезания. А обрезание было нужно для того, чтобы съесть пасхальный жертв. Окей, все очень здорово, но опять же с самого начала мало ясно. Почему отсутствие заслуг, почему отсутствие заповедей мешало освободить еврейский народ из Египта? В общем, мы-то уже ответили на этот вопрос еще заранее, еще до того, как мы задали этот вопрос, мы уже на него начали отвечать. А именно, начался совершенно другой, модус операнди, тот способ, по которому Всевышний управляет миром, изменился. отныне нужны заслуги, отныне нужно право на существование. Поэтому и требуются сейчас от еврейского народа какие-то заслуги, но вместе с тем, здесь Вишний говорит, пришло время для того, чтобы избавить, для того, чтобы освободить еврейский народ из Египта. Если время пришло, то, несмотря на то, что нет заслуг, но если пришло время избавления, и была клятва, и было обещание, так надо его исполнять, да, совершенно верно. Но вот здесь мы сталкиваемся с вот этим вот новой, с этой новой деталью, которую нужно знать для того, чтобы понимать управление миром. Даже там, где есть два возможных, две возможных схемы, по которой в мире происходят события. Наши мудрецы называют их ит-арута далиэна и ит-арута дали тата. Ит-арута дали тата это значит, что возбуждение приходит снизу, иными словами. Люди решают что-то делать, инициатива исходит от людей, они совершают определенные поступки, а поступки людей не проходят бесследно, они связаны, поскольку человек связан со всеми, со всеми мировым механизмом, то их поступок он создает, он воздействует на высшие миры. И в результате этого воздействия приходит определенная реакция, то есть здесь управление, здесь HGH проведения и управления миром, оно не производит инициативу, оно только реагирует на инициативу снизу. Скажем, если нам понятно, что если люди проявляют хэсет по отношению друг к другу, если любовь царит между людьми и они стараются друг другу помочь, то это приводит в мир, как ответный шаг, приводит в мир благо, приводит в мир благополучия. То есть здесь срабатывает принцип, который мне всегда хочется назвать принципом рукомойника. Было такое, молодежь вряд ли знает, о чем идет речь, было такое гениальное изобретение, представлял он собой чашу, резервуар с водой, и внизу у него был такой своеобразный кран. То есть если человек, который не знает, о чем речь, он начнет за этот край доргать вниз, потому что он хочет, чтобы вода вниз пошла, ничего не получится. А для того, чтобы вода пошла вниз, необходимо сделать обратное движение снизу вверх, и тогда тот самый кран приподнимается и в образовавшееся отверстие проливается вода. Когда есть движение снизу вверх, тогда в ответ приходит вода плакая. Это одна схема. Есть схема другая, когда возбуждение свыше, сверху вниз, когда инициатива происходит сверху от того, от Ашгахи, от управляющего миром, от Всевышнего. Казалось бы, исход из Египта, так как его нам Тора показывает. Это целиком это всевышний. Еврейский народ стонет под гнетом египтян, ему трудно, ему тяжело, он почти на грани ассимиляции, с зубами держится за последние какие-то остатки еврейской своей индивидуальности. Очень трудно и очень тяжело. Всевышний вмешивается, потому что пришло время избавлять евреев из Египта. И это отдельное вообще здесь тем, что пришло время избавлять евреев из Египта. На самом деле мы же все знаем, что евреи вышли из Египта досрочно. Вместо того, чтобы пробыть в Египте 400 лет, пробыли там всего лишь 210 лет. По крайней мере, самое простое объяснение, известно, что есть по крайней мере два пути объяснения этой проблемы, каким образом так получилось, что вместо положенных 400 лет мы там были там 210. Одно из направлений говорит, что это точно так же, как пребывание в тюрьме особого режима, тяжёлого режима, оно может засчитаться, один год пребывания там может засчитаться за два года пребывания в более нормальных местах заключения. То же самое и здесь. Попав в Египет, мы попали не просто в рабство, не просто в пропощение, не просто тюрьма тяжёлого режима. Так как египтяне измывались садистки над еврейским народом, то за 210 лет мы проделали всё, что, всю ту чашу, которую нужно было испить за 400 лет, мы её испили за 210 лет. Так что время пришло. Время пришло, начинается рута Делейла, Всевышний сейчас начинает запускать весь механизм исхода, но вот здесь вот выясняется в этих словах очень важная вещь, что даже когда события идут сверху вниз, хоть какая-то помощь снизу вверх, минимальная, самая маленькая должна быть обязательно, обязательно должна быть хоть какая-то и тарута долета, хоть какое-то возбуждение снизу. Нет, это возбуждение запускает механизм, механизм, он запускается свыше, но обязательно, обязательно хоть какой-то минимальная, минимальная помощь, Хоть какие-то минимальные заслуги должны быть и снизу. Поэтому всевышний, а заслуг этих нет, никакого возбуждения снизу не происходит. Нет ничего, что могло бы дать заслуги для освобождения. Поэтому всевышний сам даёт еврейскому народу здесь возможность получить эти заслуги, даёт эти две заповеди, чтобы еврейский народ ими занимался. Теперь только напомним, что весь этот длинный дружь, он должен каким-то образом ответить на простой вопрос, который был задан в начале. А вопрос был совершенно простейший. Зачем нужно было брать для пасхальной жертвы ягнёнка с 10 числа, когда приносить его в жертву будут только 14 числа? Так каким образом весь этот пространный дружь отвечает на вопрос? На самом деле просто. Все эти 4 дня еврейские должны были заниматься с этим самым егнёнком. Привязать его, кормить его, проверять его, осматривать его, оберегать его, чтобы никто ему на ногу не наступил, и никто бы его ухо не отдавил. И никто бы, чтобы с ним не было никакого. Вот это вот что называется вот это вот занятие. Занятие имицвой, и дополнительное занятие, которое нужно было делать. Нужно было обеспечить себе очередь на обрезание, сделать заповедь обрезания. вот это вот занятие двумя этими митцами, они заполнили последующие 4 дня, с 10-го числа месяца Ниссан до 14-го числа месяца Ниссан, и тем самым к тому моменту, когда должно было свершиться самое главное освобождение, оно должно было свершиться в ночь с 14-го на 15-е Ниссана, вот именно тогда, к этому времени у евреев были уже заслуги. Целых 4 дня, которые они занимались заповедью, и эти занятия заполнили все их 4 дня. Вот чем объясняется необходимость тогда взять ягнёнка для пасхальной жертвы заранее, за 4 дня до того, как её приносят, и этой аллахи подобного закона мы не находим в заповедях Песаха, которые приносятся уже в дальнейшем в Иерусалимском храме. Прочитаем ещё раз этот стих. «Вы должны хранить его до 14-го дня этого месяца, и тогда, тогда, в 14-й день, пусть зарежет его всё собрание общины Израиля в межвечерие». Странно звучит этот стих. «Должны зарезать его, одного этого несчастного ягнёнка. Будет его резать всё собрание общины Израиля? Все таки будут резать одного ягнёнка, как это может быть. Просто это задаёт раши. Неужели же все они будут заниматься убоем скота? Понятно, что нет. Но мы учим отсюда. Если мы понимаем этот стих буквально. Как это может быть, что одного ягнёнка забивают, и это действие забоя, оно относится ко всей общине народа Израиля. Как это может быть? Если мы понимаем это буквально, если поймём это буквально, то мы выведем отсюда новое законоположение, которое называется в Аллахе «Шлухошэлядам кэмото». То есть, уполномоченный мой посланник, то, что он делает, относится на мой счёт. Другими словами, каким образом весь еврейский народ мог зарезать одного ягнёнка только одним способом. Если мы все от имени всего народа нашим уполномоченным станет один человек, больше не нужно. И он от нашего имени и ради нас, и для нас зарежет этого ягнёнка. Тогда будет считаться это действие, то есть, действие, сделанное посланником, моим уполномоченным, оно относится ко мне. И если это действие имеет определённые юридические последствия, то будет считаться, что это сделал я, и тогда все юридические последствия будут относиться ко мне. К примеру, если я хочу купить какую-то квартиру, мне для этого нужно подписать договор о купле этой квартиры. А я при чём желании не могу добраться до того места, где будут подписываться этот договор, то в тот момент, когда мой уполномоченный человек, имея от меня доверенность, что я его уполномочил на то, чтобы купил квартиру, он ставит свою подпись под договором о купле квартиры, я уже не могу пойти на попятную и сказать, я не я и ложь не моя, я это не подписывал, я это не покупал, поскольку подписал и совершил киньян мной уполномоченный человек. Это есть принцип Шлухо Шелядан Кемото, и точно выучили мы это именно отсюда, из того, что Тора сказала, зарежет его всё собрание общины Израиля в межвечерье. Что ещё такое межвечерье? В чём сказать попросту? Вечером. Что означает слово «межвечерье»? Раша. Начиная с шестого часа дня, т.е. имеется в виду, если мы спросим конкретно, с точки зрения закона, с какого времени можно уже резать пасхальную жертву, ответ с шестого часа дня. Это не значит 18 часов 00 минут, начинается время, имеется в виду другое. Как известно, часы, которыми пользуется Аллаха, это часы, то, что называется, шаот-зманиот, т.е. половинка дня, половинка суток, день и ночь разделяются на 12 равных долей. Когда мы сейчас говорим про месяц Ниссан, как известно, месяц Ниссан, на него приходится весеннее равноденствие, т.е. оказывается, в месяц Ниссан ночь и день равны, Солнце встаёт в 6 часов и заходит в 6 часов до 17 00, т.е. получается, что день и ночь они приблизительно по 12 часов. В этот момент у нас день, т.е. час обычно астрономический, он соответствует этому так называемому временному часу шаот-зманиот, так или иначе. И отчитываются эти часы таким образом, если светлый день от восхода Солнца до его захода разделяется на 12 равных долей, первый час, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, это означает, что в конце шестого часа, на конец шестого часа приходится полдень, то, что мы называем полудня. Так вот, это и есть 6 часов дневных прошли, начинается седьмой час, это уже первый час после полудня. Стало быть, вот это вот время в межвечерье, оно начинается после полудня. Я вижу, что переписанный мной, мною, русский перевод, Раши здесь совершил серьёзную ошибочку, потому что то, что в Раши написано, мы считаем, что от времени мало, переводчик перевёл с шестого часа дня. Это ошибка не с шестого часа дня, а с седьмого часа дня, по прошествии шести часов ошибка. Со всяким случается. Вот это самое время суток называется межвечерье, потому что в это время Солнце склоняется к закату и наступают сумерки. Пока не очень понятно. Сумерки наступают намного-намного позже. Сумерки-то наступают с момента захода Солнца. Сумерками называется время от захода Солнца до наступления темноты. До сумерек ещё почти шесть часов. Относительно происхождения слова межвечерья. Откуда оно взялось? Бейн-га-ар-байм. Я считаю, что так называется промежуток времени. От перехода дня в вечер до перехода вечера в ночь. Так говорит Раши. Переход от дня к вечеру начинается в начале седьмого часа. Вот здесь переводчик уже перевёл правильно. В начале седьмого часа. Переход же от вечера к ночи, он в начале ночи. Что такое начало ночи? Заход Солнца. Более понятно, объяснение Раши оставляет ещё много вопросов. Не очень ясно, что он говорит. Каким образом вот это вот слово Бейн-га-ар-байм, каким образом выражает ту самую мысль, которую Раши здесь дал. И более простое и доходчивое объяснение мы находим у Равирша. Равирша говорит, что слово эрэф, которое является здесь корнем вот этого вот выражения Бейн-ар-байм, эрэф. Любой человек, который знает, начинает хотя бы изучать ибрид, у нас слово эрэф означает вечер. Ну а почему вечер называется словом эрэф? Ну так просто. Эрэф от слова на эрэф, что означает подмешивать, мешать, подмешивать. Что-то подмешивается к чему-то. Причём здесь это ещё упомянуто в двойственном числе. Бейн-га-ар-байм. Так, то есть два смешения, два подмешивания. Объясняет Равирш. Это время между двумя смешениями дня и ночи. То есть подмешивается, смешивается. Что смешивается? День смешивается с ночью. Таких смешений есть два. Одно, в котором ночь уже смешивается с днём, то есть уже начинает примешиваться ко дню. На самом деле вроде бы ещё день. Солнце в зените. Полдень. Какая ещё ночь? Да. Но сразу после зенита солнце начинает уже клониться к западу. Это будет продолжаться ещё целых шесть часов. Это уже, наверное. Но этот процесс склона, он уже начался. Ночь уже начинает немножко-немножко-немножко примешиваться ко дню. А другое, второе. Когда ночь всё ещё, когда день всё ещё смешан с ночью. То есть это заход солнца до захода солнца, хотя уже не так светло, хотя уже не так тепло, хотя солнце уже близко к горизонту. Да. Но оно всё-таки ещё над горизонтом. Поэтому день ещё примешивается к ночи. То есть одно, когда день начинает убывать, а второе смешение, когда уже исчезают последние лучи дневного света. Вот этот промежуток времени между тем моментом, когда солнце уже миновал и зенит, и моментом фактического наступления ночи. Фактическое наступление ночи. Закат, заход солнца. А начало этого периода – момент, с которого солнце начинает клониться к западу. И уже начинается процесс вползания к ночи. Таким образом, время принесения пасхальной жертвы, когда её режут, это вот то самое время, которое начинается после полудня 14-го нисана и должно быть завершено с заходом солнца. Почему Всевышний выбрал именно это время? Есть ли в этом какая-то символика для нас? Это значит, весь день 14-го нисана, то есть момент, отделяющий 14-е нисана, этот день, который был ещё частью эпохи рабства, от 15-го нисана, который ещё не начался до наступления ночи, но который уже фактически забрежил в послеполуденное время 14-го ниса дня, месяца нисан, и должен был провести избавление и свободу. Здесь происходит перелом, когда рвётся связь времён. Переломное событие. До сих пор еврейский народ находился в рабстве. День 14-го нисана, напомним, что день начинается с захода солнца, с заката. Этот день еврейский народ встретил, будучи в рабстве. Это последний день рабства. 15-го нисана начнётся, это уже начнётся свобода. Это уже день свободы. Стало быть, где-то здесь должен быть перелом. Перелом между 14-м и 15-м нисана, между днём, который ещё живём в рабстве, и между днём, в который мы освободимся. Вот этот переломный момент, он начинается после полудня 14-го нисана, когда уже солнце ещё в зените, ещё светло, да, но оно уже начинает клониться к западу. Значит, наступающая ночь, это ночь, которая принесёт освобождение, ночь 15-го нисана, она несёт в себе освобождение. Она уже начинает брежать сразу после шести часов, сразу после полудня, когда солнце начинает склоняться к западу. Израилю нужно было подготовиться к этому моменту, который знаменовал начало его внешнего освобождения от рабства. После того, как пасхальная жертва принесена. И пусть возьмут кровь, этой самой зарезанной пасхальной жертвой, и нанесут на оба косяка и на притолоку в тех домах, в которых будут его есть. Тоже вопрос, а зачем это нужно было сделать? Есть ли здесь какая-то символика? Почему нужно было мазать кровь пасхальной жертвы на два косяка и на притолоку? «И пусть едят мясо в ту же ночь, жареное на огне, с пресным хлебом, то есть с мацой, и горькими травами они должны есть его. Не ешьте его полусырым или варёным в воде, а лишь жареным на огне, с головой, ногами и внутренностями. Ничего не оставляйте от него до утра, а то, что останется до утра, сожгите на огне». Вот только здесь приходит обязательство съесть всё мясо пасхальной жертвы до утра, чтобы ничего не осталось, и из-за этого-то и нужно было сказать выше о кооперации с соседей, чтобы маленькие семьи соединялись вместе в одну большую группу, которая сможет одолеть ягнёнка. «А я, – говорит Всевышний, – пройду в эту ночь по Египту и поражу всякого первенца в Египте от человека до скота, и над всеми богами египетскими совершу суд. «Я, – Господь, – кровь же послушать знаком на домах, в которых вы будете. И я увижу кровь и помилую вас, и не будет среди вас губительного мора, когда буду прожать Египет». Вроде бы мы получили ответ на вопрос, почему нужно было кровь мазать на дверные критики и на притолку. Она будет знаком. Отдельный вопрос, а что Всевышнему нужен знак, а без этого он не знает, что здесь живёт еврей. Обязательно нужно помазать красной кровью, чтобы никто не ошибился. И кроме того, мы ещё не ответили на вопрос, а почему именно на два косяка и на притолку. Если нужно просто помазать кровью, чтобы знать, что здесь живёт еврей, а не египтянин, чтобы когда будут громить египтян, чтобы, не дай бог, ненарочно не разгромили ещё еврея под горячую руку, то достаточно было просто мазануть в одном месте где-нибудь на двери, и всё. Там, где табличка висит, Рабинович, там же рядом. Помазать кровью. Почему на два косяка и на притолку? Может быть, на этот вопрос мы и ответим, а другие детали пока что оставим. Происходит сейчас процесс прихода из рабства к свободе. Параллельно происходит процесс создания еврейского народа. Сказали, еврейский народ здесь сравнивается пророком Мехаскелем с ребёнком, перемазанным в крови, он только что родился. Он сейчас зарождается. Всевышний создаёт этот новый народ из кого? Из вчерашних рабов. Рабы, по сути своей, толпа. Не только что они толпа. У рабы нет не только своей личной собственной свободы, но у него нет и его семьи. Ведь раб, он имущество господина. Поэтому господин может по своей воле взять и даже если раб живёт с какой-то рабыней, господин может завтра взять и перетасовать всю его колоду и сказать, ты будешь с этим, а ты будешь с этим, а ты будешь с этим и всё. На то его право. Поэтому семьи у него нет. Вот когда строится еврейский народ, он строится не из толпы вчерашних рабов, не из отдельных единичных людей. Он строится из семей. Семьи и будут ячейками того самого общества, которому суждено стать еврейским народом. Семья живёт в доме. У дома есть потолок и стены. Потолок защищает человека от невзгод. Потолок защищает человека от дождя, от снега, от жаркого палящего солнца, даёт ему тень. От всех природных напастей и невзгод защищает человека потолок. Стены. Стены защищают человека от других людей. Они огораживают семью, ставят ограду. Так, мы не просто скопище, мы не толпа, здесь живёт семья. Она огородилась от всего остального мира, от всех остальных людей вот этими самыми стенками. Вход, там где дверь, вход – это то место, через которое семья общается с наружным миром, с миром природы и с миром людей. У этого входа есть два косяка и притолока. Притолок, она представитель потолка. Косяки – это представительный стен у входа, у прохода. И вот именно на них, на косяки и на притолок нужно было положить кровь для того, чтобы новая эта семья создаваемая. Семья, то есть раб сейчас обретает, прежде всего, личную свободу. Второе – он приобретает свою семью, он становится семьянином, приобретает свой дом. И тут же ему нужно было напомнить. На самом деле не крыша защищает нас от природных невзгод, и не стенки защищают нас от агрессивных людей. А настоящая защита, она зависит только от Всевышнего. Если мы предаёмся ему, что мы символизируем процессом принесения жертвы, если мы готовы идти за ним, если мы предаём себя полностью без остатка, тогда у нас есть право надеяться на то, что придёт свыше спасение. И от всех природных невзгод, и от агрессивных, нехороших людей, и вся возможность построить таким образом дом, который будет настоящим еврейским домом. Это то, что должно было символизировать кровь на двух косяках и на притолоке в Египте.